Движуха с кодамами набирает обороты. С того момента, когда я первый раз развесил их в лесу, многое изменилось. Малявки перекочевали в городскую среду, поближе к людям, так сказать. За все это время я создавал их разными способами. И сейчас хочу представить вам самый легкий и простой метод по их крафту. Давайте по порядку. Во-первых, нам понадобится очертание фигурки, то, что внутри не важно. Все равно это скроется под основным цветом. Я предпочитаю использовать губку и при помощи приема спонжирования заполняем краской всю внутрянку. В зависимости от консистенции материала могут появиться вот такие вот пузырьки и неровности. Это не страшно. По мере высыхания они пропадут. Ну что, даю второй шанс цветонакопительной пасти. Это укрывается уже второй слой. Посмотрим, как на этот раз они будут светиться в темноте. В прошлый раз я так и не заценил эффекта. Вообще, эта партия самая крупная. Я запросил подмогу. А вы решили прям кистями, да, фигачить? Ну да, так хорошо. Ну что-то как-то растеревкается. Да, на самом деле я аккуратнее. Спасибо ребятам из Кислого, кто помог с крафтом. Мы запустили массовое производство. И главный наш козырь – это многоразовые трафареты. Отлично. Тут суть в чем. Я вырезал их из довольно плотной бумаги. Только контуры Кадама. Ну, глазки, ротик – это понятно. И вуаля! Он уже почти готов. Главный прикол в том, что трафареты многоразовые. И мы продублировали каждого засранца в нескольких цветовых вариантах. Итого из семи уникальных трафаретов у нас получилась партия порядка 20 штук. Конечно, можно прям так оставить. Но мне больше нравится, как они выглядят с тенями. Тут самое главное – удачно попасть в тон. Что, признаться честно, у нас не всегда получалось. Совсем забыл сказать про мостики. Их подкрасить можно уже под финал. Но вот обойтись без них никак. Что ж, пора заняться формой. Рама, надо вырезать Кадамы. Вот этих вот. Вот этих? Да. Держи. Ровненько можешь сделать. Ты чё? Ровненько. Ровненько? Ну, хуй его знает. Материал, из которого мы изготавливаем Кадамы, называется ДВП. Или арголит. Кому как больше нравится. Это, считай, прессованный картон. Очень податливая штука. В этом, кстати, скрывается и её минус. Так как Кадама будет сидеть на улице, осадков ему не миновать. Поэтому проходимся чёрным акрилом по всем торцам. Это, во-первых, с визуальной точки зрения выглядит качественно. Во-вторых, лишний раз помешает влаге проникнуть в картон. Хотя, прикиньте, за какие-то 150 рублей вы возьмёте где-то около двух квадратных метров этого арголита. И сможете наштамповать себе целую армию подобных Кадамов. Так что одним меньше, одним больше не критично. Кстати, ленточная пила – это уже изыски. Я первые две партии вообще лобзиком вырезал. И ничего. Просто ленточка – это время и скорость. Мы моментально добрались до этапа лакировки. Вот после него уже можно вообще не беспокоиться по поводу осадков. Не забываем про торцы. Именно с ними будет взаимодействовать влага. Ну и вот Рамыч снова зарешал. Как всегда. Один момент. Я не буду выкладывать трафареты, потому что они нарисованы уже как трафареты. В самом мультике они выглядят довольно просто. Вы можете сами вырезать. Вот какие у меня. Я бы мог, конечно, их отсканировать, выложить на Яндекс.Диск, чтобы вы спокойно скачивали, но не хочу. Извините. Давайте сами. Так. А теперь посмотрим, какая у нас коллекция в итоге получилась. Трафики нафиг. Начнем вот с таких вот. Это новые, новые образцы. Такие бегунки. Сделал их в трех цветах. Ну, это обычная краска. А вот тут я решил опять же вернуться к цветонакопительной пасте. Посмотреть, насколько она вообще работает. Ребята, второй раз и второй раз я недоволен, потому что он не светится ни хера. Я два слоя наложил. Он вроде даже оттенок какой-то приобрел, такой желтоватый. Все равно. Ну, темнота. Полная темнота. И там просто какие-то маленькие мазочки там светятся. Но это нет, оттого не стоит. Она дорогущая и бесполезная. На тебя я люблю, брат. Тоже новенькие вот такие вот сидельцы. Ну, их можно куда-нибудь так грамотно посадить. Он будет даже смотреться неплохо. Короче, таких три. Один остался у рамы, там сохнет до сих пор. Вот эти два. Это я вам показываю сейчас. Их абсолютно без лака. Такие, какие они есть в краске. Когда покрою лаком, может быть, что-то изменится по оттенку. Но я не думаю. Обычные стоячие. Вот такие вот разные. Ну, обычные. В первом видосе про Кадама у нас был такой, мы его назвали, бананчик желтый, который над речкой сидел. Это, в принципе, он же, но немножко с другого ракурса. Вот их тоже таких вот, по-моему. Нет, таких два. Тут редисцентная краска, поэтому оттенок будет давать блик. Ну, где-то удачно получилось. То есть, ну, прям смотрится классно, что вот тень и основной цвет, они смотрятся гармонично. А вот где-то, ну, переборщили. Где-то не дотянули. Где они дотянули? Где они дотянули? Ну, где-то, короче. Ну, тут золотистый. Такой-то уже отблескивает. Неудачный оттенок, ну, в плане тени. Ну, ну и вкуснее. И самые-самые уникальные, которых я не показывал вот до этого момента, до последнего тянул. Ну, они мега-крутые. В единственном экземпляре вот такие вот. Оп, друг на друге. Прикольно, да? Как будто куда-то бегут. Вот этот максимально удачный. Я прям тащусь, как получилось с сочетанием цветов. Да и здесь, в принципе, неплохо. В общем, вот эти вот у меня на вес золота. Для них я подберу самое классное место. Ну, и, собственно, к чему все это? 8 февраля мы собираемся сделать сходку и там вместе пойти устроить максимально такую интересную массовую вывозку. И наклеим все 19 штук на каком-нибудь райончике. Еще не выбрали. Но, в общем, суть в чем? Если вы хотите поучаствовать в этом, вам нужно, во-первых, написать в группу, чтобы вас запустили в кислый чай, в чат. И с него мы уже будем формировать тимул максимально адекватных и заинтересованных людей, у которых уже есть совершеннолетие, у которых уже есть 18 лет. По лаку у меня остались только крополя. То есть тут мало, тут мало. Здесь немножко побольше. Но я уверен, что я этим не закатаю все. Поэтому придется прибегнуть к тяжелой артиллерии. Это Юника Супер 90, которой мы покрывали топорище. Она неубиваемая, сохнет долго, держится вечно. Но рационально ли использовать ее на Кадама? Наверное, нет. Но выбора тоже нет. Поэтому, если сейчас не хватит этой, будем мазать вот этой. Отбой. Аэрозоли мне вполне хватило. Стоит хорошенько протереть заготовку, чтобы не вкатать в лак пылищу и всякую хрень. Которая будет только портить внешний вид. Хотя я думаю, что их быстрее сорвут, нежели подведет лаковое покрытие. А теперь о важном. Инстаграм. И группа ВКонтакте. Пишите опять же в эту группу. Может быть нахуй, а? В пизду. Инстаграм и группа ВКонтакте. Не-не-не. Какой в пизду? Инстаграм. Мой инстаграм. Подписывайтесь. В группешнике вообще можно свои работы на стенку опубликовать. На заценку. Причем абсолютно разные. Начинает с толярки и заканчивая, как видите, картинками всякими. Заходит все. Но качественные работы тут на особым счету. Так, что по поводу сходки. Напоминаю, вам сначала нужно попасть в кислый чай. А там уже все остальное. Это пробный формат. Поэтому здоровенную толпу собирать неохота. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием. И лайк поставьте, раз уж на то пошло. Буду очень благодарен и за комментарии по поводу всей этой движухи. Все будет хорошо. На связи. Не дышим. Субтитры создавал DimaTorzok